Хамелеон Фиона совсем не кусается. Она один из центральных героев большой выставки рептилий, которая проходит в Бресте с 1 октября по 2 ноября. И когда еще вам выпадет случай рассмотреть вблизи самку еменского хамелеона с юга Аравийского полуострова, сфотографировать паука-птицы еды и услышать мадагаскарских шипящих тараканов? Тем более, что в стеклянных террариумах они вовсе не такие уж страшные, как может показаться. Котов, собак и птиц вы можете наблюдать ежедневно, если не у себя дома, то на улицах города. А вот крокодилового каймана, который обитает в Мексике и Перу, возможность увидеть еще раз может и не представиться. Разве что если отправиться в Бразилию, где много диких обезьян. Захотел посмотреть на всех, кто тут будет представлен, потому что это совсем не наша среда, у нас такого не увидишь. Разве что только каких-нибудь птиц едов, насколько я помню, но это не точно. Я их никогда в зубу не хотел бы посмотреть. А тут все в террариуме, все огорождено. Можно подойти, посмотреть, пофотографировать. И для меня это очень интересно. А ты такой холодный. И эти строки в полной мере можно отнести к моисовому полозу, и к королевской змее, и к тигровому питомну, равно как и к другим представителям класса рептилий. Ведь присмыкающиеся относятся к холоднокровным позвоночным животным. Посетители выставки не только увидят воочию черепах, клювоголовых и чешучатых представителей животного мира, но также узнают множество интересных фактов о них. Например, лягушка-водонос имеет широкий рот с несколькими рядами острых зубов, а полоз при хорошем уходе живет до 20 лет. Если к этому добавить бесшумность, нежелание кусаться и отсутствие шерсти, он может стать хорошим кандидатом в название домашнего питомца. И, несмотря на все свое природное хладнокровие, растопить ваше сердце. Мне было интересно посмотреть вживую на всех этих рептилий, потому что больше нигде не увидеть. И у меня подруга немного увлекается таким, поэтому я чуть-чуть знаю об этом. Полюбоваться на пучеглазую самку хамелеона Фиону, рассмотреть узорчатого пола за Джина и заглянуть в глаза невозмутимому крокодилу Женя – все это становится возможным. На большой выставке рептилий, где с нетерпением ждут вас гости до ноября месяца. И, несмотря на то, что далеко не у всех этот класс животных вызывает умиление, но даже у них есть чему поучиться. Ведь рептилии, ведущие дневной образ жизни, видят мир исключительно в ярком, желто-оранжевом цвете. Приглашаем брещан на выставку рептилий. У нас здесь представлено более 30 видов. Можно подойти, посмотреть вблизи. Вы и ваши близкие получат множество приятных эмоций и впечатлений. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.